МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! В эфире новости в студии Олеся Акинфеева. Сегодня в выпуске мы расскажем. Акцию «Чистый лес» провели и сделали много добрых дел. Активисты работали в Шатовском лесничестве. Чемпион провел тренировку и ответил на вопросы. Федор Чудинов пообщался с молодежью. Орнеева отметила свой день рождения. На праздник приходили семьями. С заботой об экологии. В Шатовском лесничестве по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» прошла акция «Чистый лес». Придорожную лесополосу очистили от сухостоя, а поваленные деревья распилили на дрова, которые отдали семьям участников СВО. Варя Красневская, как и другие серпуховские волонтеры, субботнее утро решила провести с пользой. С ее друзьями по-другому не бывает. В «Молодой гвардии» я уже около года. Вообще, меня позвала подружка. Так бы я не догадалась, конечно. Мы с ней съездили на одно мероприятие, и после этого я решила, что я хочу записаться в «Молодую гвардию». Обычно мы принимаем участие почти во всем. Это очень весело, очень здорово. Но сегодня мы собрались сюда, чтобы помочь собрать бревна, которые спилили. В компании и дело спорится, и время в селе проходит. На субботник собрались активисты движения «Волонтеры Подмосковья», сторонники партии местного отделения «Единая Россия» и сотрудники лесничества. Мы очищаем лес от захламнения, от валежника, который в свое время упал, в котором стоят сухие деревья, чтобы не угрожало жизни людей, которые посещают леса у нас, грибникам, ягодникам. Из-за этого мы какие-то деревья были сухостойные спилили. Сейчас мы все вместе будем собирать. Активисты за пару часов очистили и привели в порядок полгектара лесной территории. Поваленные деревья распилили на дрова, вышло более 50 кубов. Из неликвидной древесины организовали валежник. Помимо этого собрали около 10 пакетов бытового мусора. Огромное спасибо всем, кто собрался. Особенно молодежи сказать огромное спасибо, потому что чистый лес – это название. Но это наше будущее, это экология, это здоровье каждого человека, живущего на нашей планете. Взрослые подали хороший пример подрастающему поколению. Забота об экологии имеет свои приятные последствия. Если лес стал чище, по нему уже не так опасно гулять, да и спиленные деревья пошли в дело. Мы сегодня загрузим вот этот вот КАМАЗ дровами. Нам его предоставил Виктор Иванович Таранин, директор Ташковки. Большое ему спасибо за это. И отвезем его семье СВО в деревню Калуги. Некоторые семьи участников специальной военной операции проживают в деревнях, которые еще не газифицированы. Так что такая помощь им будет очень кстати. Острый вопрос депутату. Команда молодежного парламента Серпухова совместно с общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» дала старт новому проекту под таким названием. Первая встреча прошла с Федором Чудиновым, который не только рассказал о своей работе в депутатском корпусе, но и провел мастер-класс по боксу. Активную разминку сделаем, потом силовые упражнения, ну это отжимания, отжимания, приседания и в конце немного на технику, на боксерскую работу. Отлично, очень классно. Лучшая защита – это нападение, но также защита – это 70% победы. Все замкнуто, заморочено и сложно. Очень классный план. Суббота, свежий воздух, хорошая погода и отличное настроение. Все, что нужно для хорошей беседы и занятий спортом. В формате открытой тренировки титулованный спортсмен, депутат горсовета Федор Чудинов пообщался с молодежью округа. Раскрыл секреты, как со чемпионом не только в мире профессионального спорта, но и в обычной жизни. Прилучаем, популяризируем именно здоровый образ жизни, движение, спорт. Спорт не только соревновательный, но и оздоровительный. Все хотят выполнять то, что делают чемпионы. А чтобы добиваться таких успехов, как чемпионы, на таком уровне заниматься, нужно только этим заниматься. А я показываю ребятам, вот повожу зарядки и показываю, что вот как нужно делать, чтобы поддерживать свою форму, но не перегружать себя. Чем увлекались в детстве? Как решили стать депутатом? Что вас вдохновляет сегодня? Любите ли вы путешествовать? Вопросы поступали самые разные. Одно выполненное упражнение равнялось одному ответу от депутата. Главное для участников стало не только занятие спортом, но и возможность получить советы от чемпиона мира. Мы показываем, что депутатский корпус, как и муниципальные, как и региональные депутаты, это обычные люди, у которых есть свои интересы, они все разносторонние. И, конечно, к каждому депутату у нас свой подход, чтобы и депутату было интересно проводить занятия, мастер-класс, так и молодежи было интересно участвовать. Во встрече с депутатом приняли участие более 20 человек. Молодые парламентарии, активная молодежь и жители Серпуха всех возрастов. Острый вопрос стал еще одним шагом к популяризации здорового образа жизни. Ловкость, меткость и внимательность. В фоке «Русский медведь» прошел турнир по городошному спорту. В этой народной спортивной игре приняли участие члены профсоюза госучреждений. Профсоюз был, есть и будет на защите здорового образа жизни. С таким оптимистическим настроем начались соревнования по городошному спорту среди членов Серпуховского профсоюза работников госучреждений. Для чего нужно на работе? Не только защита прав работы, но и нерабочее время как-то собраться, как-то объединиться, общий дух поднятия. То есть это еще и двигательная активность среди работников госучреждений. В соревновании приняли участие пять организаций. Многие из них впервые пробуют свои силы в городошном спорте, но команда семейного центра Серпуховский играет уже не первый год. Мы как вид спорта это не рассматриваем. Мы рассматриваем просто активность на свежем воздухе, приятно провести время вместе со своим коллективом, посоревноваться с другими коллективами города, чтобы было весело, азартно и интересно для нас. Но пока что больше всех очков набрала команда аварийно-спасательной службы Юпитер. Не только спасает людей, но и ситуацию на поле. Будем ждать результатов следующих команд. Но вы как думаете, вы победите? Должны победить. Вы все-таки Юпитер. 34 очка – это, я так думаю, нормальный результат. В игре много правил, но сегодня их упростили, ведь соревнуются далеко не профессионалы. Положенное расстояние кидания бит из 13 метров сократили до 6. И фигуры оставили самые незамысловатые. Здесь смысл в чем? Ты не приступаешь к следующей фигуре, пока не выбьешь полностью 5 городков. Каждая фигура стоит из 5 городков. Пока ты не выбьешь полностью, ты не приступаешь к следующему. Так вот, вы знаете, как разлетаются фигуры? Они никогда не как борщ. Вы миллион раз будете варить, он все равно будет разный. Так и здесь. Фигуры как шахматы, так разлетаются так. И вот ты именно ловишь комбинацию. А как тебе лучше сыграть две? А как тебе лучше сделать так, чтобы ты сейчас три? А как бы ты лучше? Лучше я одну сыграю здесь две. А как бы тебе штраф не бросить? Азартное настроение подхватили болельщики, среди которых почетные гости соревнований. Сегодня я болею за команду от «Русского медведя». Мои коллеги по спорту, конечно, они готовились. И я уверена, что каждая команда уделила внимание чертком потренироваться. Команда «Русский медведь» оказалась на втором месте, третьей у комбината благоустройства. А победителями стали все-таки игроки из Юпитера. У них самые высокие результаты. Остальные – Центр содействия строительства капитальному ремонту учреждений и Семейный центр Серпуховский – получили памятные подарки. На праздник всей семьей. Прекрасная погода, разнообразные игры для детей, выступления творческих коллективов. День рождения своей малой родины отметили в одной из старейших деревень округа Ворнеева. Это стало не только поводом для веселья и развлечений, но и возможностью обсудить перемены. Орнеевцы гордятся выращенными в своих садах яблоками, поэтому угощали в этот день накануне яблочного спаса сочным сладким штрихелем. А для тех, кто проголодался, приготовили вот такие бутерброды. Мальчишек радовали мастера аквагрима, и они преображались прямо на глазах. Рядом с современным угощением, попкорном, Орнеевская библиотека выставила необычные экспонаты из недавнего прошлого, одной из старейших деревень. Деревня Орнеева исполняется в этом году 469 лет. И раньше она числилась Орнеева, то есть спустя какое-то время стали писаться Орнеево. Сотной грамотой, всего лишь четыре двора. У деревни богатое прошлое и хорошие перспективы развития. Об этом говорила в своем поздравлении депутат горсовета Наталья Боровских. Сезонная котельная в деревне Орнеева в прошлом, так же, как и проблемы с отоплением и перебои с горячей водой. Здесь обустроили новую современную котельную, а в этом году отремонтировали и дорогу к деревне. Мне очень приятно находиться в деревнях именно на праздниках, потому что тут такая душевная обстановка, все по-семейному. Радуют жители деревни, что бытовых проблем стало меньше, больше поводов для радости. Вот и на общем дне рождения села рядом и старый млад. О хороших переменах в жизни деревни говорит и рост народа-населения, прежде всего молодежи и детей. Клуб, куда ребята ходят, спектакли организовывают, кружки, дети ездят на конкурсы разных. Орнеевский сельский дом культуры подготовил разнообразную праздничную программу. Порадовал земляков и гостей, признанный не только в округе, коллектив Арабецкий, участницы которого в этом году стали лауреатами международного конкурса. Праздник, как всегда, получился добрым и светлым в кругу родных людей. В Серпухове дворовой команды сыграли в футбол. Первенство городского округа провели в рамках партийного проекта «Детский спорт» совместно с Федерацией футбола Серпухова. Чуть-чуть не хватило скорости, чтобы забрать мяч. Но это не беда. Впереди еще два тайма. На первенстве городского округа Серпухов за звание сильнейшей боролись четыре команды возрастной категории 2010-2011 годов рождения. Это не ребята не со спортшколы, которые не занимаются спортивной школой. Просто играют в дворах или просто по клубам поинтересу. Инициатива провести первенство по дворовому футболу поступила от партии «Единая Россия». У нас есть партийный проект «Детский спорт». Великая вещь. У меня всегда была мечта, что мы когда-нибудь вернемся к кожаному мячу, к золотой шайбе. Увидим, наконец, тех пацанов, которые любят футбол, играют по дворам, но не могут себе позволить заниматься в каких-то платных секциях дорогих. И вот сегодня в рамках первенства города по футболу проходит и отборочный турнир среди дворовых команд, который потом перейдет на региональный уровень и пройдет 21 августа в Подольске. Лучшей оказалась команда «Дружина» из поселка Липеце. Теперь они будут представлять наш городской округ на региональном уровне. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте информацию в наших социальных сетях на Рутубе и в ВК-видео. Мы тоже есть. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова